Всем привет из солнечного Таиланда! Привет! Это Верона Конрад, командир компании «Белый слон», которая занимается недвижимостью в Таиланде. Правильно я все говорю, да? Да, все верно. Я то есть совсем не ошибся? Совершенно не ошибся. Мы занимаемся недвижимостью продажей, квартир, домов, инвестиционной недвижимостью и арендой. Я почему, собственно, об этом сейчас заговорил? Потому что мы уже второй раз всем нашим творческим коллективам, а также 40% администрации и известные группы ВКонтакте и Ужукова в Таиланде. А мы всем творческим коллективам любим ужасно рекреационно-познавательный туризм. То есть не только отдохнуть, но и что-то новое узнать. И вот тут-то, в силу того, что я успел побывать в разных странах мира, тут мне ждало прямо очень приятное удивление. Потому что я привык, что ты приезжаешь в какую-нибудь Турцию, черт возьми, Тунис, и ты точно знаешь, что вот просто это закладывается сразу в программу отдыха. Если ты собираешься куда-то ехать, ты должен быть уверенным, что к отелю машина приедет не вовремя, не та, или вообще не приедет, повезет тебя не туда. За рулем будет тебе человек, который не говорит ни на одном языке, который знаешь ты. В общем, ну это один-два раза случится за поездку железно вообще. И вот в прошлом году мы приехали в Бангкокт. В Бангкокт. А это как я вообще никогда не был в Азии. Вообще. Нет, был в РОВ, в Екатеринбурге. Я думаю, как мы тут вообще найдем-то этого самого водителя, которого за нами должны были прислать как раз вы. Они же все одинаковые, их много. И тут прямо к нам сам подбегает человек, показывает нам наши фотографии на телефоне и говорит. Камон, камон, камон. Я так вообще удивился. А потом, когда я познакомился поближе с тайцами, замечательные люди, очень дружелюбные. Но, как многие люди, которые проживают на таком прекрасном климате, в заре, около моря, они страшно медленные, ужасно необязательные. И вот все разы, когда вы за нами прислали какой-то трансфер, что тоже было для меня огонь вообще. А если они опаздывают на 15 минут, то такое, конечно, бывает. Но для приморских народов 15 минут не то, что не опоздали. Они даже считают, что приехали раньше. Это во-первых. Во-вторых, мне, так как, опять же, мы всем творческим коллективам страшно любим рекреационно-познавательный туризм, мы не можем долго овощить на пляже. То есть, ну, три дня вот проходит, четыре уже все. Финиш, хочется смотреть древние развалины и шляться по горам, по джунглям. Вот, ну, для того, чтобы шляться, нужна база, черт возьми, вот база нужна. Мы базируемся в Паттайе. Мы у вас берем обычно квартиру какую-то, и вот там всегда порядок, чистота. Более того, я это, мы когда уехали в это посещение, мы уехали на остров Самет и остров Ко-Чанг, и я забыл закрыть дверь. Нет, я думал, я думал, что я закрыл, потому что ключ-то я повернул, но оказалось не до конца. И у нас четыре дня даже больше простоял открытая квартира. Так, ну, и что, и ничего. Вот. То есть, в квартире чистота, порядок, никогда никаких эксцессов вообще не было. Что, опять же, для меня некоторое удивление. Потому что я не привык к такому. Я привык, что обязательно что-нибудь пойдет через одно место, не через Гланде. С другой стороны. Трансферы все вовремя. Что, опять же, когда много ездишь, это просто очень важно, как мне кажется. Потому что вот все эти пересадки, которые мы обычно делаем, а мы считаем, даже вот за это посещение мы проехали по Таиланду полторы тысячи километров. Останавливаясь в разных местах. И вот ни одной накладки машина встречает, машина отвозит, машина привозит. Там на месте везде уже забронированы отели каким-то образом. И вот мы раз, и снова оказываемся на базе в Таиланду с прекрасным настроением. Как это у вас получается вообще? Легко. Ничего. У нас получается легко в силу того, что мы этим занимаемся достаточно давно. Перед тем, как заняться этим, мы, разумеется, прописали все возможные сложности, проблемы и постарались их решить. И, как ты правильно сказал, большинство, скажем так, туристов привыкли путешествовать какими-то турпакетами. Это в первую очередь из-за того, что туристические компании, им это удобнее, им это проще, чтобы туристы, во-первых, не разбегались, не терялись, нигде были все в одном месте. Это проще контролировать и зарабатывать на этом, соответственно, тоже. Сейчас, на сегодняшний день, появляется все больше людей, которые, во-первых, могут себе позволить более длительный отдых. То есть не 10 дней, не 2 недели, а месяц, 2-3. А может, вопрос-то не в отдыхе. Может, они по работе сюда приехали. В то же время, да. Это следующий момент. Сейчас все больше людей выбирает какую-то такую удаленную работу, возможность путешествовать, жить в разных странах какое-то время. Очень многие люди путешествуют с детьми. И свободные путешественники, так мы их называем, чаще выбирают квартиры. Кстати, вот тоже вопрос, что лучше, отель или квартира. Ну, понятно, что если ты приехал на 2 дня, вопросов никаких нет, что удобнее. Отель, конечно. А вот если я приехал там на месяц, на 2, например, у меня командировка там с работы отвалилась, и я вот оказался в Таиланде. Лично для меня преимущество квартиры очевидно. Но для многих людей, которые приезжают пожить, они привыкли к какому-то отельному сервису. На сегодняшний день в Таиланде, и конкретно в Паттайе, у нас большинство квартир, они находятся в комплексах, которые предоставляют инфраструктуру гораздо даже более богатую, чем многие отели. То есть там есть... Ну, по крайней мере, такого же класса. Как минимум, такого же класса. Там есть и бассейны, и искусственные пляжи, тренажерные залы обязательно, ресепшн, который работает постоянно. Какие-то кафе, массажные салоны, все это на территории. Для меня, опять же, и для многих людей определенным преимуществом является наличие кухни в квартире. Но это же без этого невозможно. Вот мы из России приехали, а тут тебе во всем Таиланде ни пюре, ни борща, пельмени невозможно приготовить, человеческих, самолепных. А на кухне все это можно сделать самостоятельно. На кухне можно сделать самостоятельно, можно сделать это в любое время суток, даже ночью. Очень многие люди любят ночью бодрствовать. Можно приготовить себе то, что ты привык как-то готовить. Да не дай бог, ребенок есть ли? Не дай бог, нет. Он же, конечно, тайскую еду-то у нас из России приехавший. Для России, разумеется, особенно удобно. Плюс даже тот же самый холодильник в отелях, это всегда маленькое что-то. Даже если ты хочешь взять, например, с собой еду, ее утром бананно разогреть, в квартире тебе это гораздо удобнее. Квартира, она всегда, как правило, более просторная, чем номер в отеле. Там есть либо две комнаты, либо одна большая комната. То есть у тебя, в принципе, гораздо больше свободы. В то же время там есть и сейфы, и все необходимое. То есть все комплексы, они у нас с охраной обязательно. Видеонаблюдение. Видеонаблюдение. Это отвечает на вопрос, почему все произошло, что все в порядке с открытой квартирой. Мы, на самом деле, часто забываем закрывать какие-то квартиры, даже если где-то там останавливаемся. И никогда никаких проблем нет. Также очень важный момент для русскоязычных людей, которые не все говорят по-английски достаточно хорошо, да и тайцы-то, в принципе, тоже не очень. Это наличие русскоязычного менеджера нашего управляющего, который все время на связи, который готов решить любые вопросы. В принципе, практически круглосуточно, если это очень срочно. Вот с нами работал Саня Андреев, это просто король какой-то, потому что вот какая-то мелочь, вот казалось бы мелочь, я, в общем, даже и звонить бы не стал, беспокоить человека. Но он мне сказал, слушай, что бы ни произошло, немедленно пиши, звони. Я такой, хорошо. И вот я в силу того, что стал весить 115 килограмм, незаметно для себя, и как-то очень здорово лег на кровати, вот прям вот, очень здорово. И там одна из опорных планок треснула. О чем я узнал из-за громкого треска? Вот, ну я в виде прикола говорю, вот Александр такой делал. Он немедленно, вот буквально в течение полудня там был мастер, все было поправлено, сделано, я даже не ожидал. Саня молодец, очень большой. То есть такой скоростью и так организованно. Саня молодец, Саня тренировался очень долго над скоростью, особенно работал. Это важно, в принципе, для всех, иметь возможность с кем-то связаться по каким-то банальным простым вопросам, даже не всегда касающимся, может быть, проживания. Важный момент, можно в квартиру приглашать друзей, гостей, в принципе, кого угодно, и чувствовать себя там как дома. Это важно, как для какой-то базы, как ты сказал, мы там, например, снимаем квартиру, оставляем там вещи и едем куда-то путешествовать. Мы точно знаем, что мы приезжаем, у нас все на месте, квартира наша, в это время там могут пожить наши друзья, если очень захотят. Ну, чтобы с собой лишние вещи не волочить. То есть, понятно, мы из России привезли там два чемодана, два рюкзака, но едущий на тропический остров Куачанг нам все не нужно. То есть, нам нужно что? Водяной трусай, кепка на голову, чтобы не напекло, крем против солнца, шлепки, полотенце. В общем, все. Все, да. Этого, в принципе, достаточно. Да, а все равно какие-то там ноутбуки, всякие шубы, которые мы обычно с собой тащим, все в квартире остается и все. Как правило, оставляют, да. И кто-то едет и с компьютером, кто-то едет там с каким-нибудь, не знаю, приспособлением для детей и прочими вещами. Все это прекрасно остается в квартире и не нужно все с собой достать. Нет, просто удобно. А по деньгам что получается, между прочим, если мы сравниваем отель и апартаменты? Если мы сравниваем отель и апартаменты похожего класса, то квартира, апартаменты получаются намного более выгодными. Более того, если мы берем какой-то более длительный срок, то здесь преимущество деньгах, оно становится еще более очевидным. Потому что чем на дольше заключается договор, тем, соответственно, цена ниже. Понятно. А в абсолютных показателях, ну вот, например, месяц имеется в виду, вот на месяц, например, я снимаю квартиру и отель. Ну, какого-то среднего класса, вот как мы сейчас в Нью-Нордике останавливались, что получится по деньгам в отеле и в апартаментах. Ну так, опорные данные какие-то. Я понимаю, что все сильно варьируется. Например, мы возьмем квартиру, которая стоит 20 тысяч бат в месяц, это примерно около 40 тысяч рублей плюс-минус. Подобного уровня отель на такой же срок обошелся, ну, где-то от 80 до 100 тысяч в зависимости там от, может быть, сезонности. Сезонности, близости к морю и прочее. Ну, если мы говорим одинаково примерно, близость к морю, то вот примерно... То есть, получается 8, если что получается, 160 тысяч рублей в месяц. Да. Огонь. Да. И 40 тысяч квартир. Да. 40-60, опять же, в зависимости от сезонности. То есть, разница от полутора до трех-четырех раз. И если бронировать квартиру заранее, то есть шансы найти вариант какой-то еще более выгодный по цене. А то ведь все начинают обычно сразу там перед отпуском за пару дней искать? Нет, ну, естественно, что если вы едете из Москвы или из Петрозаводска в такие близкие полисины, как Таиланд, лучше, конечно, заботиться о своем размещении чуть-чуть более заранее. Да. Это же, в конце концов, вы не в деревню выезжаете за город. Ну, повторяю, мне лично. И, конечно, удобнее в квартире. Я привык ни от кого не зависеть. Ну, отель все-таки это некое общежитие. Ну, если так отгросят все лишнее и всякие разные красивости, чтобы не говорить, отель это общежитие. И ты сильно зависишь от соседей, от персонала. У тебя постоянно заходят уборщики к тебе в номер. Ну, если ты не повесишь, конечно. А если повесишь, то тоже заходят. Да, а в квартире оно удобнее. У тебя свой большой холодильник, плита есть. Ни от кого не зависишь. Можешь в любую секунду смотреть, через две недели вернуться и знать точно, что у тебя нужна квартира. Вот квартира, ты ее просто снимаешь. Как ты бы ее снимал в Питере или в Москве или, не знаю, в Барнауле. Это во-первых. Во-вторых, конечно, вам огромное спасибо. Потому что такого надежного тыла я за время посещения иностранных стран никогда за собой не чувствовал. И даже в России мне всегда так удобно. Спасибо, мы очень стараемся. Вот, я говорю, второй раз уже весь творческий коллектив, включая меня, доволен окислонным. Как белый слон, белый слон. Вот мы так и довольны. Слушай, а вот я постоянно, когда общаюсь с туристами, ну или с потенциальными туристами. Сейчас же у нас все в интернетах, вся информация распространяется, как пожар в сухом лесу. Как-то вот про Таиланд, да не только про Таиланд, но учитывая, что мы сейчас про Сиан говорим, то будем говорить про него и дальше. Я постоянно слушаю всякие кошмарные слухи про то, что агентства недвижимости, там русские, неважно какие. Ну, про русских, конечно, любят рассказывать о гиганности больше всего. Обманывают, разводят на деньги, не возвращают депозиты, которые внесены в залог за квартиру и так далее. Как тут вообще, вот с вашей профессиональной точки зрения, как с этим делом обстоят? По-разному с этим делом обстоят. Действительно, слухи, они рождаются не из ничего в данном случае. Если есть возможность на чем-то заработать и не очень честным путем, очень многие люди этой возможностью пользуются. Шваркнуть кого-нибудь. Ну, я старалась быть совершенно корректной. Но, тем не менее, да, прецеденты такие случаются. Как правило, это работа не агентств недвижимости, а так называемых фрилансеров, людей, которые работают незаконно, которые не имеют ни разрешения на работу, ни зарегистрированы в каких-то компаниях, они не платят налоги, их, в принципе, можно вообще потерять и не найти. Как это происходит? Они знакомятся где-то с кем-то, берут ключи от квартиры, обещают хозяевам квартиры, что они будут ее сдавать. И тут уже разные люди делают по-разному. Кто-то берет ключи, заселяет жильцов, при этом хозяину не сообщает. Или, наоборот, сообщает о том, что квартира стоит пустая, собирает себе все деньги. Кто-то собирает залог и потом пропадает. То есть, ну, люди некоторые доверчивые, они присылают деньги на какие-то русские парточки, там, что-то еще. И когда приезжают, очень сильно удивляются, почему никто их не встретил, квартиры нет. Еще один вариант, когда в одну квартиру несколько людей за себя. Так можно собрать гораздо больше залога, чем с одного человека. Они приезжают, все тоже удивляются и как бы уже решают, как они будут жить в этой квартире все вместе. На самом деле, как ты правильно сказал, это дело не в Таиланде. Такое есть везде и в России, в принципе. Так сколько угодно. Здесь важно, во-первых, репутация компании, срок, сколько лет, в принципе, компании существует, да. Какие-то реальные отзывы от реальных людей. И все, скажем так, финансовые операции должны проводиться через счета определенные, официальные, с подтверждением. И, в принципе, это решает все вопросы. На букинге что-нибудь там почитать? Он у вас, Санек Андреев, регулярно здесь изъятий выхватывает. Разумеется, на букинге, да, это как раз репутация, это отзывы, это реальные отзывы с фотографиями от людей. Не, ну, вас-то, слава богу, я лично знаю. Поэтому в реальности данной конторы я уверен материальным способом, убедившись. Поэтому, да, вот с белым слоном по Таиланду хорошо путешествовать. А вы только в Таиланде работаете или у вас там какие-то еще другие страны охвачены? По аренде мы работаем в Таиланде и в Черногории. В Черногории у нас тоже компания, в городе Будва. Есть в управлении отель в непосредственной близости к морю и квартиры точно так же в аренде. Остальные страны мы сейчас в процессе расширения и покорения. Тут можно вам только удачи пожелать. А по поводу продажи, вот люди всегда заинтересованы в том, чтобы денежки не только сохранить и заморозить в каком-то виде, но, возможно, как-то прирастить. Что тут можно сказать касательно тайской недвижимости? Тайской недвижимостью я лично занимаюсь более 10 лет. Рынок Таиланда, рынок Паттайи, он разнообразный. Недвижимость здесь есть и для какого-то постоянного проживания. Очень многие хотят переехать или для себя присматривают, для пенсии или для своих родителей. Кто-то для детей тоже присматривает. Есть инвестиционные варианты. Точно так же, как и во многих других странах, есть, скажем так, новый фонд, новостройки, новые проекты. Есть старый фонд уже с жилыми, какие-то дома возрастом от 10 до 30 лет. Все они находятся в Паттайи, в принципе, в непосредственной близости к морю. По-моему, все в непосредственной близости к морю. Цены на квартиры тоже разнообразные. Они, в принципе, начинаются, наверное, где-то от полутора миллионов рублей. В данном случае есть такие предложения. И инвестиционная недвижимость – это то, чем мы сейчас занимаемся очень активно. Это недвижимость с гарантированной арендой. То есть она даже больше не как недвижимость идет для проживания, а человек покупает, вкладывает деньги в недвижимость, он получает документы на квартиру. И квартира забирается в управление в гарантированное, с определенным гарантированным доходом до 10% годовых, на срок до 20 лет. То есть человек там не живет и просто, покупив квартиру, сдает ее в наем кому-то, через вас, например. Он один раз подписывает договор, и все остальное время, на протяжении действия этого договора, он получает деньги ежемесячно или раз в 3 месяца себе на счет. А сам может приехать, кажется, в свою недвижимость? Какие-то варианты есть? Как правило, в свою конкретную недвижимость он не может приехать. Это неудобно. Но компания всегда готова ему предоставить что-то похожее, соседнюю квартиру. Квартиру, может быть, если он купил, например, квартиру в километре от моря, он получает от него доход. На эти деньги он может себе на 2 недели отпуска, там или на 3 недели, выбрать какую-то квартиру, например, ближе к морю на 1-й день. Понятно. Все это ужасно интересно и не совсем непонятно. Я поэтому так это и интересуюсь. Потому что в Ленинграде вот мы квартиру только что купили совсем недавно и еще даже недовыкупили ее. Я прям смотрю, что... У нас такое поселение замечательное, где мы сейчас живем. Это Мурино. Это Девяткино, Ленинградская область уже считается. Хотя метро там есть. Но наша квартира, студия, оказывается, стоит чуть-чуть дешевле, чуть-чуть дешевле, чем вот мы недавно были в шоу-руме строящегося небоскреба большого, буквально там в 500 метрах от моря. Там 38, два бассейна, или три даже бассейна, там два тренажерных зала, ну, опять же, понятно, море. Вот квартира большего размера, с уже готовой мебелью, там простынями, полотенцами и прочее, 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 оно стоит чуть-чуть дороже, чем у нас в поселке Мурино. То есть я считаю, что мы в Мурино уже живем в довольно-таки недвижимости. Я немножко... Хотя там почему-то нету бассейна, тренажерного зала. Нет? На крыше нету бассейна? Нет, нет. Тут стоит заметить, что здесь квартиры сдаются с полной отделкой, с сантехникой, с кухней, а многие квартиры сдаются еще и с мебелью. Да. То есть ты заезжаешь в квартиры, у тебя есть кухня, там стоят у тебя столы, стулья, кровать, тумбочки, шкафы и кондиционеры. То есть прямо раз и живешь. Ты заезжаешь, покупаешь ложки, вилки, холодильник, а в некоторых холодильниках есть. И важный момент, в Таиланде не продаются парковочные места отдельно. Они у нас включены в стоимость ежемесячного обслуживания. Что-то какие-то прям вообще. Все делают, чтобы русского человека унизить. Нет ежегодного налога на недвижимость. Налог оплачивается один раз при переоформлении. То есть ты заезжаешь, у тебя последующие расходы, это ежемесячное обслуживание, коммунальные платежи. Коммунальные платежи это лифты, уборка территорий, бассейнов, охрана, электричество. Видеонаблюдение, вот это вот все как сказать, отбегающие территории. А какое, кстати говоря, получается, ну допустим, черт возьми, студия, там 35 квадратов, человек там постоянно проживает. Примерно, сколько получается квартплата за месяц? Я скажу так, чтобы здесь не ошибиться в цифрах, есть разные, скажем так, проекты разного класса, и стоимость у нас считается по квадратный метр в месяц, она начинается у нас от 60 рублей до где-то 110 рублей за квадратный метр в месяц. Вот примерно так. То есть, можно самому скалькулировать? Можно скалькулировать в зависимости от площади. Оплачивается это все, как правило, на один год вперед, чтобы бегать из жильцов, это все не собирать каждый месяц. И, в принципе, все довольны этим. Кстати, а что тут электричество стоит? Электричество у нас стоит 3,5 бат за... Клвад час. Клвад час плюс 7% МДС. Это получается... Ну, я могу сказать в среднем. То есть, здесь немножечко электричество у нас расходуется по-другому, потому что, во-первых, в квартирах у нас только электрические плиты, газ нельзя проводить в кондоминировом у нас, то есть, плита электрическая, водонагреватели электрические и кондиционер. Как правило, квартира на жизнь, например, двух человек полноценную, если ты постоянно живешь в квартире, где-то от 500 бат, это 1000 рублей, в среднем можно рассчитывать, если постоянно у нас работает кондиционер, постоянно мы дома готовим, то есть, ну, вот примерно... То есть, 1000 рублей на двух человек, караул. Нормально, да. Все делали, чтобы русского человека мы платим, я не буду говорить, сколько, но гораздо больше. Ну, да. Да, и, конечно, вот это мне очень нравится. Ну, в домах более-менее новых, понятно, что есть и более старые дома, которые я наблюдал, здесь платят. Всегда парковка есть подземная. Всегда есть, потому что, во-первых, очень многие квартиры покупаются тайцами из Мангкока для инвестиций или просто, чтобы было. Это очень распространенная здесь популярная причина покупки. Кто-то приезжает сюда на выходные, кто-то приезжает сюда в отпуск на несколько месяцев в году. Очень многие люди передвигаются на мотоциклах, мотобайках, как вы, наверное, здесь уже заметили. Все на мотороллерах. Поэтому место для автомобилей всегда полно. Это просто для меня какое-то было открытие, что прямо вот приезжаешь, то у тебя лифт, в лифте написано ground floor G и B basic floor. В этом basic floor всегда есть парковка. Я еще вот о чем хотел спросить по поводу покупки недвижимости, неважно, инвестиционной ли, или прямо что по себе там жить. Иностранный гражданин может ли здесь брать ипотеку, рассрочку и прочее, прочее, прочее. Начнем с того, что иностранный гражданин имеет право здесь покупать квартиру. Да. Именно квартиру в комплексе. Есть определенные, скажем так, условия, но можем мы владеть квартирой. У нас будет документ, безусловное право собственности с нашим именем там. На сегодняшний день не предусмотрена система какого-то подобного поощрения ипотечного какого-то кредитования от тайских финансовых институтов для иностранцев, которые здесь не работают какое-то долгое время или там не являются постоянными резидентами. Поэтому это, наверное, ну, может быть, не очень положительный какой-то момент. С другой стороны, это решает очень многие проблемы, вопросы. Здесь все подается за, грубо говоря, наличные деньги. То есть, никто из иностранцев не влезает в какие-то долги, кредиты и прочее. Но здесь застройщики, когда открывается новый проект, как правило, он открывается на этапе предпродажи, начинается за год до начала строительства. Строительство идет в среднем где-то 24 месяца низкоэтажное здание, 36 месяцев высокое, высокое здание какое-то. На время строительства предоставляется беспроцентная рассрочка. И условия этой рассрочки, то есть, как идут платежи там или 20% сразу же, потом в процессе по 10 или 30 сразу же и на завершение строительства иногда остается до 70%. Это все застройщики предоставляют. Но конкретно для россиян я, пожалуй, не возьму на себя ответственность предлагать такой вариант рассрочки, потому что все-таки цены фиксируются у нас в контракте в батах. Если что-то будет происходить с рублем, то чем больше с рублем всегда происходит что-то очень плохое последние 25 лет, а я нет, мне можно, то чем больше у нас остается сумма на завершение строительства, тем больше вероятности, что эта сумма в рублях у нас удвоится. Например, как это было несколько лет назад. Да, это мы все помним, как это было. Поэтому рассрочка есть, но нужно пользоваться ей аккуратно. Понятно. Ну что, я вроде бы все, что хотел сказать, сказал. Я могу говорить бесконечно, поэтому, в принципе, мне кажется, что тему мы расскажем. Да, в общем, обращайтесь к компании Белые Слоны, нифига не реклама, просто я удовлетворяю, что они есть, к ним можно ездить, их услугами можно пользоваться, это просто удобно, вас тут примут, обогреют, отвезут, привезут, все трансферы, квартиры в полном порядке, русскоговорящие Саня с рыжей бородой вас будет, тут, если что, встречать. Можно будет ему ночью позвонить в 4 утра, он будет счастлив. А ссылки мы все, если необходимо, вам очень, посмотрите, все ссылки у нас будут под роликом. Вот, на сегодня все. Привет из солнечного Таиланда. Спасибо. Спасибо. Спасибо.